Цветы на поле красивы, но они такие маленькие, что не всегда и не для всех заметны. Цветы на клумбах крупнее и ярче. Это результат работы многих цветоводов. Цветы разводят с глубокой древности, и они играют важную роль в жизни всех народов мира. Ученые вывели такие сорта растений, которые цветут до поздней осени. Яркие пышные шапки цветов раскинулись на клумбах. Они будто стараются удержать последние лучи жаркого солнца. Цветы особенно красивы на фоне увядающей осенней природы. Давай рассмотрим осенние цветы и запомним их название. Хоризонтемы не боятся заморозков и цветут до снега. Цветок календулы, бархатцев и некоторых других состоит из множества маленьких цветочков. Они собраны в группы и называются соцветиями. А общий яркий венчик им нужен для того, чтобы привлекать пчел и бабочек. Цветки, а вернее соцветия многолетних астр, невелики по размеру. Однако они выглядят нарядно, потому что цветут обильно и позже других цветов. Нередко это единственные цветущие растения в осеннем саду. Еще они хороши тем, что букет из астр стоит очень долго, две-три недели. Не забудь только перед тем, как поставить его в вазу, обрезать концы стеблей и оборвать все листья, которые могут попасть в воду. А потом регулярно меняй воду в вазе. На востоке хризантему называют цветком белого дракона. По легенде, хитрый и злой дракон, желая досадить людям, вздумал посягнуть на само солнце. Одного лишь не ведал белый дракон, не по силам выбрал добычу. Зубами и когтями он рвал солнце, а горячие искры падали на землю и превращались в цветы. Этот цветок изображен на гербе и монетах Японии. Осенью японцы проводят праздник хризантемы. Название хризантема в переводе с греческого языка означает «золотой цветок». Но он бывает самых разных цветов и размеров. Хризантемы любят и разводят во многих странах мира, в том числе и у нас в России. В списке цветущих последними есть растение удивительной красоты, но кажется, что цветет оно совсем не ко времени. Это колхекум, или, как чаще его называют, безвременник. Его место скорее рядом с крокусами, нарциссами, тюльпанами, с теми цветами, которые открывают весну. Осенью, среди опавшей листвы, на разбухшем от дождей цветнике, иногда вдруг появляются нежные, яркие, такие хрупкие под порывистым осенним ветром, белые или лилово-сиреневые крупные цветы. Кажется, что они ошиблись во времени. Среди осеннего ненастья они смело поднимают свои безлистые стебельки, радуя всех вокруг. Когда яркие краски летних цветов в саду исчезнут, распускаются бутоны осенней анимоны — ветреницы. Название это произошло от греческого слова, которое в переводе означает «ветер». Лепестки цветов у многих видов анимоны легко опадают при ветре. Цветки этого растения крупные, от 5 до 8 сантиметров, а их оттенки от белых и нежно-розовых до пурпурных. Кроме того, выведены и нарядные махровые сорта. Нежные и грациозные цветки этого травянистого многолетника поражают своим несоответствием с невзрачными и грубоватыми листьями. Ветреница быстро разрастается, благодаря многочисленным корневым отпрыскам, и растет даже на пустырях. Гладиолусы и георгины цветут в конце лета. Они выглядят так торжественно, что без этих цветов трудно представить себе букеты 1 сентября. Но какие бы цветы дети ни несли в школу, все они создают праздник единения учеников и учителей. Праздник вступления в новый трудный и радостный учебный год. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok